Приветствую вас и давайте мы начнем с того, что сразу скажем флирт, откровенный флирт, который ваш мужчина ведет по отношению к другой девушке. Это знак, символ того, что, по сути дела, мужчине чего-то не хватает в отношениях с вами. Вот чего-то ему не хватает, чего-то ему не нравится, чего-то ему недостаточно. Соответственно, нам нужно, чтобы вы сами, первое, как обращающиеся в страна, обращающиеся в страна, я имею ввиду за помощью, значит, подумали и ответили себе на вопрос. А вот, что не хватает моему мужчине? Что заставляет его так стадионисты? Что заставляет его флиртовать с другой девушкой, при том, что вы живете с ним вместе? Это первое. Второе. Если у него действительно есть какие-то попрекности, которые вы не удовлетворяете у мужчины, то, соответственно, нужно, чтобы вы их осознали, путем анализа личности и психологического портрета вашего молодого человека, чтобы вы их осознали и скорректировали свое поведение так, чтобы вновь желание своего мужчины учитывать и уравлитворять. Потому что, ну, бывает так, что вот люди, там, допустим, живут вместе, у них все вроде бы неплохо, но происходит такая ситуация, что из-за того, что люди живут вместе, что вот это вот осознание того, какие есть потребности у обоих людей, у партнеров. Далее. Далее. И, собственно, у него, у него, у него, у него, у него, у него появились чувства. Такое бывает и это, к сожалению, случается Вам в этом случае необходимо данное принять Потому что выбора у вас другого по сути нет Иного выбора, кроме того, как принять позицию мужчины И просто-напросто, если вы его любите, то жить своей жизнью То есть по сути дела нет у вас других вариантов в данном случае Это первое Значит, второй момент Второй момент, о котором я хочу вам сказать Это момент заключается в том, что вы узнали, но не сказали ему То есть вы узнали, что есть, по факту, есть, значит, флерт Вы узнали, что он имел мертва Но вы другому мужчине ничего не сказали Почему ничего не сказали Тоже очень важный момент Ведь если вы не сказали, значит, вы или чего-то боялись Или вам не хотелось вступать в конфликт со своим мужчиной Тогда тоже нужно бы понять, а почему вы не хотели вступать в конфликт со своим мужчиной Что, чем для вас это Ну, чем грабит это вам По вашему мнению Вот И, значит, чего вы боитесь Потому что если вы действительно чего-то боитесь То, соответственно, вы не можете быть свободны в отношениях А вы не можете быть непринуждённы в отношениях И тогда В этом случае Ну, надо сказать, что вы в отношениях не более А это У меня совсем другой Аспект Как говорить об этом Я тоже рекомендую вам Подумать Далее Та девочка хочет ярко увезти вашего мужчину Откуда вы знаете Что она хочет это сделать Я имею ввиду увезти вашего мужчину Откуда вы это знаете? Что ли это указывать? И так далее То есть постарайтесь это Что-нибудь для себя осознать Не раздуваете ли вы проблему из ничего Следующий момент Это то, что у вас Не самый лучший дап отношениях Что-то есть какие-то проблемы Ну, давайте подумаем Какие это проблемы? Откуда они взяли? Что на них повлияло? И так далее Это также Очень важный момент Потому что без этого момента Без этих аспектов Нельзя Вам помочь И Вот То, что у вас проблемы Сейчас Говорит о том Что, может быть, эти проблемы Напрямую связаны С тем Что Мужчина Сверху Я имею ввиду С другой Девушкой Но это еще Нужно Выяснить Почему У вас проблемы И какая связь с между Проблемами и Сверху То есть Соответственно Как бы Работы Для Вас И психолога Которого вы Можете выбрать На нашем ресурсе Довольно много Так что Если Хотите То Можно будет Поработать Вы можете выбрать Любого эксперта На нашем ресурсе И Собственно говоря Начать Последовательно Решать Свои проблемы В частности Первое О чем Стоит поговорить Это О причинах Кого Чтобы вы не сказали Ему О том Что узнать Чего боялись Что остановило И так далее Это вот Прям То С чего Вам Нужно Начать Работать Ну а дальше В процессе работы Просто В процессе работы Выяснится В какую сторону Вам Лучше всего Двигаться И может быть Не стоит Держаться За Такого мужчину Который Так К вам Относится На этом все Надеюсь Что помог Вам Если какие-то Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете Его лучше Желаю вам Всего самого Доброго И удачи